Ибо похвала наша сияет свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плоской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашою, в день Господа нашего Иисуса Христа. И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам. А вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил, или что я предпринимаю по плоти, предпринимаю так, что у меня то да, да, то нет, нет. Верен Бог, что слово наше к вам не было то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да, ибо все обетования Божии в нем да и в нем аминь. Славу Божию через нас. Сегодня Святая Церковь предлагает нашему вниманию отрывок из второго послания Святого Апостола Павла к Коринфянам, в котором Павел несколько приоткрывает пред нашим взором особенности его апостольского служения в Коринфской Церкви. Так апостол отмечает, что его, как, впрочем, и всех прочих апостолов, служение проистекает в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией. Коринфяне не понаслышке, но на личном опыте знали, что не все проповедники являются истинными служителями Христовыми. Такие проповедники очень хорошо умели говорить, но делали это не ради славы Божией, не ради спасения людей, но для удовлетворения личного тщеславия. Как итог, они не приводили людей ко Христу, но, наоборот, только уводили людей от Него. И только подлинный добродетель никогда не гоняется за славой, но опечется прежде всего о пользе других, и особенно о духовной пользе. Блаженный Августин пишет, «Не добродетель должна гнаться за славой, честью и властью, которых они желали для себя и которых добрые люди старались достигнуть добрыми искусствами, а наоборот, они должны гнаться за добродетелю. Единственное, истинная добродетель есть та, которая стремится к той цели, в которой заключается благо человека, не имеющее в сравнении с собой ничего лучшего». Христианская вера должна выражаться не только в словах. Этого мало. Нужны дела, в которых она плодовито проявится, чтобы конкретные деяния подтверждали то, что произносится в словах проповеди и духовного наставления. Одна из особенностей христианского учения выражается в тесном единстве слова, помышления и действий каждого члена Святой Церкви. Так блаженный Феодорит Кирский пишет, «Мы не одно думаем, а другое проповедуем, как некоторые пытаются оклеветать нас. Об этом свидетельствует действительный опыт». Апостоль, свидетельствуя сам о себе, подчеркивает, что его слова – не хвастовство, поскольку они не противоречат действительности. «Господь никогда не желает людям ничего иного, кроме пользы и добра, потому и воля Божья, неизменная и непрерыкаемая, всегда находятся в гармоничном согласии, в отличие от колеблющегося и сомневающегося человеческого волеизъявления, очень часто неоправданного, хаотичного, следующего греховным страстям и порывам. Всякий человек, как бы он ни старался вести праведную и богоугодную жизнь, все-таки способен солгать или слукавить. Слово Божие не обманывает никогда, оно не может лгать. И потому в Господе нашем Иисусе Христе слились во единую правду все обетования Божьи. Все в Спасителе да и в нем аминь». Другими словами, человек может говорить неправду и ошибаться, но Божьи обещания и слова всегда верны и преисполнены исключительной правдой. Читая сегодняшний апостольский отрывок, мы должны помнить слова святителя Феофана Затворника, который в одном из своих писем пишет «Последняя цель человека в Боге, в общении или в живом единении с Богом. Созданный по образу и подобию Божию человек по самой природе своей из божеского рода. Будучи же рода Божьего, он не может не искать общения с Богом, не только как со своим началом и первообразом, но и как с верховным благом. Потому что сердце наше бывает довольно только тогда, когда обладает Богом и Бог обладает им. Помню об этом, будем стремиться к Богу, ведь только таким образом мы удостоимся вечной жизни во Христе Иисусе, Господе нашим, Которому слава во веки веков». Субтитры создавал DimaTorzok